Всем привет, это интервью на канале Севильнет, гость в студии, армянский стюриколог Рубен Сафрастян. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что принял наше приглашение. Господин Сафрастян, тема нашей беседы, это, конечно, предвыбранная ситуация в Турции, но до того, как мы затронем эту основную тему, уже сегодня было сделано заявление со стороны министра иностранных дел Турции, который объяснил, почему ранее Турция закрыла свое небо перед армянскими авиаперевозчиками для того, чтобы совершать какие-то транзитные рейсы, то есть через Турцию какие-то рейсы в другие страны. Это связано с армянской авиакомпанией, и Медлюча вышел, и это объяснил тем, что в Армении на днях, то есть в Ереване была открыта статуя, посвященная событиям или действиям, касающимся Немесиса, известной операции по ликвидации тех людей, я просто напомню, по ликвидации османских чиновников, которые были замешаны, туристских чиновников в свое время, которые организовали и проводили геноцид армян. Кстати, они потом были осуждены самыми турецкими властями, судебными властями на определенные сроки. К смертной казни они были. Да, да, смертной казни, да, извиняюсь, смертной казни. Просто это было, это турецкая правоохранитель не привели в действие. Это все потому, что они не находились в Турции, были в бегах. Хорошо. Есть реакция министра иностранных дел Турции, достаточно жесткая, по поводу данного события в Ереване, установления там статуи. Как бы вообще вы прокомментировали данную реакцию? Чем он чреват для Армении, для армян-турецкого процесса? Начну с того, что для меня само заявление турецкого министра непонятно. Оно вне логики. Если в Армении устанавливается памятник, связанный с историческими событиями, которые являются трагической страницей в истории армянского народа, то при чем тут современная Турция? Турция говорит, Турция отрицает свою правоприемственность фактически с Османской империей в вопросе геноцида. Так что тут логика для меня, если она есть, непонятна. Непонятна, я думаю, власти Армении должны довольно жестко отреагировать на это заявление турецкого министра. А чем может Армения отреагировать? Просто заявлением на заявление или что? Конечно. А чем может конкретно отреагировать, это уже власти должны решить. Ясно. Но он сделал такое достаточно интересное, но в то же время тревожное заявление, что непонятно именно что он имел в виду, но он сказал следующее. Если все это не будет устранено, примерно такое заявление сделал министр иностранных дел Турции, то последуют определенные действия со стороны Турции. Какие действия Турция может предпринимать сейчас? Тут уже надо у Чаушау спросить, что он имел в виду. Но это опасное заявление? Вы знаете, Турция опасный сосед не только для Армении, а для всех других соседей. Возьмем хотя бы Сирию. Часть территории Сирии оккупирована современными турецкими войсками. Так что я не представляю, что он имел в виду. Но то, что Турция представляет опасность, в том числе и для Армении, и не только для Армении, это факт. Вот сам данный шаг закрытия воздушного пространства для транзитных рейсов. Я напомню, что прямые рейсы между Турцией и Арменией продолжают осуществляться. Это закрыто для того, чтобы через Турцию армянские авиакомпании летали в другие страны. Вот данный шаг, он сугубо посвящен или исходит, или является ответной мерой для того, если исходить из ваших анализов, оставить в сторону то, что заявил Мевлю Чаушаулу. Он является именно ответным шагом на то, что в Ереване установили какой-то памятник? Или здесь есть какие-то другие смыслы? Например, Турция выборы, например, в Вашингтоне идут какие-то переговоры. Все это совпало, конечно же. Но это связано как-то с другими процессами или нет? Я не думаю. Я не думаю. Просто Турция пытается показать Армении, что она является ведущей силой у нас в регионе. И она является, так сказать, старшим партнером Армении в переговорном процессе армяно-турецком. И пытается показать Армении, как надо себя вести. Я думаю, тут искать какие-то геополитические смыслы не имеет смысла. В целом данный шаг, установление памятника, жест со стороны Турции, ответная мера, они оставят свой след, осадок в армянно-турецком процессе или нет? Это затормозит, замедлит процесс? Я думаю, да. Я думаю, да, сам процесс по себе, он уже затормозен, на мой взгляд. Фактически в течение вот сколько времени прошло, но каких-то значимых событий не произошло. Ну, собираются открыть границу для граждан третьих стран. Ставят КПП, ремонтируют там инфраструктуру. И в том-то и дело, что собирается, но пока что ничего не открыто. Я думаю, то, что сейчас происходит в армяно-турецком переговорном процессе, это сценарий Турции, который был выработан еще перед началом процесса переговорного. И смысл его состоит в том, чтобы какие-то вот такие незначительные шаги предпринимать, даже не шаги предпринимать, а обещать, что будут в будущем какие-то незначительные шаги, с тем, чтобы, во-первых, оставить Армению в процессе переговорном, потому что Армения с самого начала заявляла, что она стремится к полной нормализации армяно-турецких отношений без всяких предварительных условий. Вот Турция пытается оставить Армению в переговорном процессе и как бы заманивает Армению, показывает, как вот если вы будете вести себя хорошо, это я утрирую, конечно, будет вот то-то, если еще лучше, вот будет еще другой шаг, а самое главное, чтобы установить нормальные отношения, иметь нормальный действующий режим приграничный, Турция оставляет на потом. То есть Армения должна выполнить те требования, с которыми выступает Турция. Я не случайно употребил слово требования недавно, сравнительно недавно, президент Эрдоган прямо заявил, что у нас есть требования к Армении. Вот если Армения выполнит все требования, которые... Давайте перечислим эти требования. Во-первых, сейчас, конечно, вот на этом этапе для Турции важнее всего, чтобы Армения приняла в одностороннем порядке все максималистические требования Азербайджана в вопросе Нагорно-Карабахского регулирования. Это первое требование. Второе, конечно, связано с вопросом геноцида. Чтобы что было? С тем, чтобы Армения отказалась от политики, которую она проводила в течение десятилетий. Международного признания. Я думаю, на современном этапе Турция поставит перед собой, перед Арменией требования с тем, чтобы Армения согласилась на создание смешанной армяно-турецкой комиссии историков, которая бы пыталась, так сказать, на основе исторических фактов, как говорят турки, установить, был факт геноцида или нет. То есть ставится под сомнение сам факт геноцида. Но в свое время практически это было зарегистрировано или записано в армянно-турецких протоколах. В другой форме несколько, но было. Да, но сейчас форма будет пожестче. Третье, конечно, связано с Карским договором. С тем, чтобы Армения официально заявила, что она признает Карский договор. Фактически Армения признает Карский договор, потому что граница Армении сейчас современная, это результат Карского договора. Но Турции необходимо, чтобы со стороны Армении было официальное заявление на самом высоком уровне об этом. Конечно, к трем требованиям прибавилось требование о так называемом Зангизурском коридоре, с тем, чтобы Армения предоставила так называемый Зангизурский коридор. И причем тут надо, по-моему, не надо иметь иллюзий. Речь идет не только о коммуникациях, которые должны находиться под контролем Турции и Азербайджана. Тут речь идет о Сюнике в целом. Если посмотреть то, что творится в турецкой печати, какие карты там публикуются, причем с подобными заявлениями выступают официальные лица, тут становится понятно, что Турция не ограничится только чисто коммуникациями. А речь идет о Сюнике территориальных требованиях, фактически кармении. То есть о Сюнике как? А взять Сюник под контроль? Да, да. Как это было, скажем, в Батумском договоре 1918 года фактически. Вот сейчас и ставятся такие требования, связанные с историческими памятниками. И я думаю, этот процесс будет продолжаться. Будут всякого рода тоже такие требования не геополитического характера, а вот такого, связанные с тем, чтобы откорректировать историческую память армянского народа в направлении, которое благоприятно для современных правителей Турции. не для турецкого народа, а для правителей Турции. Я, так скажем, не имею ничего против установления каких-то памятников, но я сейчас возьму на себя роль адвоката дьявола, так скажем, образно говоря, и спрошу вас, с точки зрения Турции, или вообще с точки зрения такого человека, абстрагированного, который не погружен в нашу армянно-турецкую ситуацию сильно, он, наверное, спросит следующее. Если вы начали процесс армянно-турецкой нормализации, если Армения реально хочет этого, и Армении надо это, в принципе, она с двух сторон находится в блокаде достаточно долгое время, и это сильно тормозит развитие ее экономики и всего-всего, то зачем создавать дополнительные раздражители именно в процессе нормализации этих отношений? Правильно ли был выбран время для установления такого памятника? В его открытии принял участие человек, который является фактически руководителем Еревана и метит на этот пост посредством выборов. Вообще, было ли все это правильно сделано с точки зрения именно политической целесообразности? Я попытаюсь ответить на ваш вопрос, подходя с другой стороны. Вот представьте, абстрагируйтесь от армяно-турецких реалий. В стране, которая имеет какую-то определенную историческую память, исторические какие-то страницы, открывается памятник событиям, которые произошли сто лет тому назад. И соседняя страна вводит санкции. Не просто говорит, что вы сделали что-то плохое, а вводит санкции. Вот если просто посмотреть, нормально это на современном этапе международного права, международных отношений. Конечно, нет. Например, установление памятника Гагарагинуу на ЖД в Армении вызвал бурные реакции в российских, не только экспертных, но и в политических и даже официальных кругах. Да, бурные реакции именно. Но за этим не последовали какие-то санкции в отношении Армении. Реакция – это дискурс. Россия – это дискурс. А Турция – это не дружественная страна. То есть, уровень реальных политических, дипломатических действий и дискурс – это совершенно другие уровни. То есть, если бы мы даже себя ввели таким хорошим мальчиком, так скажем, в отношении к Турции, ничего бы серьёзного не изменилось в политике Турции по отношению к Армении. Я так понимаю? Правильно понимаю? Когда вы употребили выражение «хорошим мальчиком», у меня сразу возникла ассоциация «мальчиком для битя». Конечно, нет. Конечно, нет. Ничего бы не изменилось. Потому что Турция – это государство, которое в значительной степени в своей дипломатии уповает на силу. Это одна из характерных особенностей турецкой дипломатии. Хотя бы тот факт, что у Турции почти со всеми своими соседями есть серьёзные проблемы. Турецкие войска находятся на территории соседних Сирии и Ирака уже фактически. Не говоря о том, что Турция оккупировала часть территории Кипра, турецкие войска находятся на сегодняшний день в 14 странах мира. Турция вмешивается, причём вмешивается и силовым способом, скажем, конфликт, который происходит в Ливии. Это страна среднего уровня в развитии, которая пытается выступить в качестве одной из сил ведущих сил на мировой арене. И пытается как-то проецировать свою силу, которой у неё не очень много. Если Турция такая опасная, такое опасное государство, опасная страна, зачем создавать новые раздражители? Спросит вас этот человек, который не погружён в армяно-турецкую реальность. Но и ответит ему человек, который тоже не погружён в армяно-турецкие реальности, он ответит так. То, что связано с историей нашего народа, то, что не представляет непосредственной опасности для Турции, причём опасности не только реальной, но и чисто на уровне памяти, скажем, исторической. Это османское государство, которое совершило геноцида армян. И османский суд приговорил этих людей к смертной казни. Это мы так истолковываем. Это мы, это факты. Турции воспринимают совершенно иначе и могут создать угрозы для нас. Мы не можем для них создавать, они могут создавать для нас. Насколько целесообразно в связи с этим делать такие шаги? Тогда надо считать, что Армения, как суверенное государство, как государство, которое имеет свою историческую память, оно не является суверенным. Это уже, вы знаете, тут надо, по-моему, проявить твёрдость нашим властям и выступить в соответствующем заявлении. Хорошо, понял. Непосредственно к выборам в Турции. Есть в Армении такое понимание ситуации. Если Эрдоган победит на этих выборах, то процесс армян-турецкой нормализации будет, наверное, идти вперёд, но очень вяло текущее, очень медленно и с достаточно сильными препономами, так скажем, достаточно сильными проблемами в процессе будут создаваться. Тем более, что Турция будет продолжать поддерживать всяческий Азербайджан в армян-азербайджанской нормализации. И есть другое мнение, что если Эрдоган проиграет и победит оппозиция, которая настроена более проевропейски, с менее, так скажем, с низкими геополитическими амбициями, то армян-турецкий процесс, наверное, будет продвигаться быстрее и Турция не будет так сильно поддерживать Азербайджан. Правильно ли данное, то есть правильно ли в Армении понимают турецкую внешнюю политику, приоритеты турецкой внешней политики, они изменятся в результате проигрыша Эрдогана? То, что оппозиция больше завязана на Западе, это факт, по всей видимости, уже никем не оспариваемый факт. То, что Соединенные Штаты с самого начала существования в Республике Армения, Третьей Республики, выступают за нормализацию армяно-турецких отношений, это тоже факт. То, что Соединенные Штаты два раза пытались быть в том или ином качестве посредником в процессе нормализации армяно-турецких отношений, это тоже факт. То, что на этом этапе Турция отказалась от любых посредников в процессе армяно-турецких переговоров, это тоже факт. То есть, если сопоставить все эти факты, мне кажется, если оппозиция придет к власти, она будет проводить в целом принципиально ту же политику, которую проводят Эрдоган и его администрация. Эта политика основывается на общем понимании альмяно-турецких реалий, которая характерна для турецкого истеблишмента, вне зависимости от того, представители какой группировки турецкие элиты находятся. То есть, как поддерживала Турция, Азербайджан, так и будет поддерживать? Конечно, конечно. Тут, вы знаете, в основе, чтобы понять политику Турции в отношении Армении... А до этой поддержки не будет сражаться? Вот к этому я сейчас иду. Чтобы понять турецкую политику в отношении Армении, в отношении нормализации отношений с Арменией, надо понять следующую истину. Турецкая элита, она считает, что Армения больше заинтересована в том, чтобы нормализовать отношения с Турцией, чем сама Турция. Исходя из географического положения Армении, из-за того, что Армения не умеет выхода к морю, более слабо, экономически не представляет интереса для Турции и так далее. И второй вывод турецкой элиты. Армения должна заплатить определенную цену за то, чтобы иметь нормальное отношение. То есть, открывая границу с их точки зрения, они делают одолжение Армении, так скажем. Конечно, конечно. Вот дело в том, что оппозиция, которая больше связана с американцами, под влиянием американцев, она вот эту цену сделает немного поменьше. Но цена останется. Понятно. То есть, ожидать того, что Азербайджан будет прорыв или Азербайджан лишится, так скажем, поддержки Турции, то это бесконечное ожидание. Конечно. Кстати, у кого, то есть, шансы политических полюсов двух Турций сейчас оппозиции, которые состояли из шести политических сил основных, и Ардагана, который там с исламистами, националистами опять хотят утвердить свою власть. Шансы у кого больше сейчас? Если бы вы меня спросили недели, две, три тому назад, я бы сказал, у оппозиции. Но в течение последних нескольких недель обстановка стала меняться в Турции. А что именно? То, что, во-первых, Эрдогану удалось добиться того, что вопрос о последствиях катастрофического землетрясения, он начал терять политическую актуальность Турции. Он ушел на вторые полосы турецких газет, средств массовой информации. Я думаю, это результат целенаправленной политики, довольно ловкой политики Эрдогана. Конечно, он использует и рычаги влияния на турецкие средства массовой информации, но использует и другие какие-то уловки. Вот такой пример. Скажем, недавно Калаждаролу, лидер оппозиции, в ходе одной из своих встреч наступил туфлями на молитвенный коврик саджады по-турецки. Это считается кощунством. И вы бы видели турецкая печать, которая находится большей частью под контролем Эрдогана и его партии. Какой поднял такой вой, я бы сказал даже. Использовался и тот факт, что Калаждаролу, он о леви. То есть, он не ортодоксальный сунницкий мусульманин. И это отвлекло внимание части, во всяком случае, электората от истинного положения в стране. Религиозно настроенного электората. Конечно. И с другой стороны, Эрдоган использует такие точечные программы, которые направлены на то, чтобы снизить негативные последствия катастрофического, также экономического положения страны. Вот объявляется о том, что на 15% снижена плата за газ. А на самом деле, там Россия дала отстрочку на 20 миллиардов долларов газа. Да. Да. Вот в этом и состоит. Я так понимаю, России выгодно, да? Чтобы Эрдоган победил на этих выборах. Конечно, России выгодно. И выгодно, вы знаете, в первую очередь, с той точки зрения, что у России и Турции много всяких проблем. Это недружественные страны в стратегическом смысле. И эти проблемы частично решаются за счет того, что установились хорошие личные отношения между руководителями Турции и России. Поэтому России выгодно, чтобы остался Эрдоган, с которым у руководителя президента России именно личные отношения хорошие. А с точки зрения Армении... Извините, и вот я сейчас еще добавлю. Калышдар Оу заявил, что если он станет президентом, он отношения с Путиным будет осуществлять институционально. То есть, не на личностном уровне. Разница уже видна тут. С точки зрения Армении часто здесь есть достаточно напорзитые, так скажем, сильные, эмоциональные, правильное выбрать такое слово, эмоциональные обсуждения на тему российско-турецких отношений. То есть, что для Армении выгодно. Хорошие российско-турецкие отношения или плохие российско-турецкие отношения. Если они хорошие, часто говорят о том, что Россия может пожертвовать интересам Армении ради чего-то, чтобы Турция довольствовалась и так далее. Для решения каких-то вопросов. Или во время плохих отношений, а мы видели и то, и другое, говорится о том, что Турция становится более агрессивной, может предпринимать какие-то действия против Армении, против союзника России. И тем самым навредить России, скажем так. Вообще, как вы к этому относитесь, к этой дыхатомии, к этим выборам, там, хорошо или плохо эти отношения, да? И на самом деле, как затрагивают интересы Армении российско-турецкие отношения? Я исхожу из нескольких факторов, которые для меня важны. Во-первых, Россия, я более чем уверен, не собирается уходить с Южного Кавказа. То, что Россия остаётся на Южном Кавказе, хотя и в более таком ущемлённом виде, связано с тем, что Армения является союзником России. То есть, союзнические отношения с Арменией имеют для России геополитическое, геостратегическое значение. Это не из-за того, что у нас красивые глаза. Третий фактор, то, что России важно иметь с Турцией, вот на современном этапе, нормальные отношения во многих отношениях, даже хорошие во многих сферах, это тоже важно. То есть, Россия, если исходить из этого небольшого анализа, заинтересована в том, чтобы Армения оставалась стратегическим союзником России, с тем, чтобы Россия могла и дальше осуществлять свою геополитическую ведущую роль у нас в регионе Южного Кавказа. Но вместе с тем, России важно, чтобы с Турцией на этом этапе были более или менее хорошие отношения, потому что давление Запада сильное и так далее. Вот политика России как раз основывается на этих постулатах. Есть, короче, в ту сторону немного или в ту, в другую сторону немного, но стратегически не меняется. Последние два вопроса коротко. Здоровье Эрдогана – это достаточно закрытая тема в Турции. Оно часто приравняется к, я не знаю, чувствительней государственной тайне. Но всё-таки определённые вещи известны, что он перенёс операцию в своё время, сейчас у него со здоровьем плохо, во время прямого эфира он себя плохо почувствовал, госпитализация чуть ли не была и так далее. Вообще, что об этом вам известно? Понятно, что он сейчас стал медленнее говорить, медленнее ходить. Он не тот энергичный политик, который там лихо заводил толпу в своё время и выступал на многочасовых митингах. Он всё ещё, так скажем, как политик, как личность, находится в таком хорошем состоянии, чтобы ещё один срок управлять Турцией или нет? Если коротко – да. Если коротко – да. Во всяком случае, вот на этом этапе его, конечно, здоровье пошатнулось, он устал, всё-таки 30 лет человек почти на самом верху турецкой политики. Но то, что он и все нити управления страны находятся у него в руках, и то, что он управляет Турцией, управляет, конечно, на свой лад, но управляет так, как он хочет, во всяком случае, можно так утверждать, я думаю, пока что можно сказать, что Эрдоган является тем политическим деятелем, который для Турции играет такую важную принципиальную роль, и он будет в ближайшие годы играть эту роль. То есть заменить его в правящей партии или в Турции пока некем, я так понимаю? Пока некем, пока некем. Такой фигуры яркой нету? Я думаю, Ататюрк и он – это наиболее яркие фигуры республиканской Турции. И последний вопрос. Судя по кадрам, что мы получаем во время переговоров в Вашингтоне, армяно-азербайджанских переговоров при посредничестве США, там участвует, и армянская оппозиция это тоже заметила, там участвует наш армянский переговорщик по вопросам армян-турецких отношений. Почему он там, по Вашему мнению? Это некоторые истолковали как свидетельство того, что армян-азербайджанские и армян-турецкие процессы взаимосвязаны, поэтому он там находится на самом деле. Но все-таки он в делегации, и в связи с этим вопросы возникают. Почему он там? У меня, вы знаете, предположения, это все на уровне предположений, другое. Просто американцам понадобился Рубинен с тем, чтобы получить из первых рук информацию о том, как проходит армяно-турецкий переговорный процесс. Как я уже сказал, американцы стремятся к тому, и давно стремятся к тому, чтобы нормализовались армяно-турецкие отношения, поэтому Блинкену необходимо было побеседовать, я думаю, с Рубиненом, с тем, чтобы получить прямую информацию о переговорном процессе. Американцы, конечно, имеют определенную информацию из турецких источников, но им понадобился и армянский трактор. То есть они не доверяют турецким источникам, не доверяют Турции? Ну, вы знаете, в дипломатии действует все-таки этот принцип доверяй-напроверяй. Особенно в связи с Турцией. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. Это был Рубен Сафрастян. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова